сегодня воскресенье карантинные выходные поэтому на пляже и на набережной очень мало людей но мы рискуем и вышли погулять и записать для вас видео всем привет мы сейчас в общем расскажем вам какую валюту с собой брать тур турцию путешествие по турции в двадцать первом году вот и также расскажем в каких банков каких банкоматах лучше снимать наличные без комиссии кстати так давай расскажем какую валюту сначала нужно брать с собой если вы из россии собрались в тур в общем здесь свободно конвертируется как доллары так и евро но выгоднее всего расплачиваться конечно в местной национальной валюте это турецкая лира приезжает лучше с рублями и уже здесь их обменивать в офисах где обменивают валюту лучше какие-то обычные местные конторы не такие как western union потому что там достаточно будет дорого в а страны и не он берут комиссии от 8 до 11 процентов насколько помню да мы пробовали но есть мелкие конторы где тоже желтые вывески и там намного выгоднее курс так что еще расскажу ой смотри кто пришел он тоже хочет засветиться так далее с с с с с с Мы сменили локацию потому что в парке стало шумно немножко и сейчас Аня расскажет вам что делать если вы взяли с собой карту или у вас наличные заканчиваются и вам необходимо снять с карты деньги Мы пользуемся приложением Тинькофф Банк там это удобнее всего сделать то есть мы переводим рубли в лиры в нашем приложении Тинькофф и уже идем в банкомат и непосредственно снимаем лиры то есть конвертации уже не происходит поэтому выгодно вот если снимать без предварительной конвертации в приложении то в банкомате нужно будет нажать там выдача наличных в лирах практически все банкоматы ну очень многие по крайней мере они есть на английском там языке можно выбрать на русском есть на русском даже все на русском практически то есть выдача наличных в турецких лирах и далее уже там происходит конвертация именно самим банком того банкомата которым вы используете вот выгоднее всего это ПТТ банкомат это почта у нее такая желтая вывеска синие буквы 3 ПТТ вот там очень выгодно либо Халкбанк там вообще без комиссии да ну у нас вот почта банк в Алании много где встречается а вот Халкбанк ну не знаю всего несколько банкоматов в центре я нашел ну не так часто не такие распространенные какие ты еще можешь рассказать банкоматы вот до того как мы вообще эту тему все узнавали мы были в СИДе в основном у всех таких самых известных здесь и банков комиссия 7% и выше то есть это действительно дорого и более-менее что мы нашли тогда выгодно это было Япи Креди Банк там 3% такая синяя вывеска вот ну уже после Япи Креди Банк мы узнали ПТТ который без комиссии и Халкбанк да еще есть Акбанк местные ну русские жители местные кто долго живет говорят что там можно снимать без комиссии если поставить галочку в пункте то есть банкомат запрашивает взять с вас комиссию вы ставите галочку что нет там не надо вот да и все и без комиссии он выдает но мы не пробовали если честно вот можно будет попробовать или сами можете попробовать там должна такая строка появиться Акбанк вот и если уберете эту галочку то можно также без комиссии будет снять вот и так же следует отметить то что если снимать с Тинькофф банка то нужно снимать не менее трех тысяч если в рублях потому что в противном случае будет комиссия да ну примерно да примерно 300 да 300 310 лир чуть больше да 300 310 320 нужно снимать чтобы не было комиссии у Тинькофф да котик кс-кс-кс дай поглажу не достаю не достаю вот так классно поставить и закат снимать смотри какой есть хороший кольцо бит не достаём а которая кое-кс в